Йо-хо-хо, ребятки! Привет, мои юные зрители, пираты и пиратки! Сегодня у нас завершающая часть, набор Creator 3.1.1.0.9, пиратская таверна! Вот так вот, друзья мои, а это не что иное, а именно таверна. Итак, давайте посмотрим повнимательнее, что же у нас, обязательно, предстоит. Для тех, кто не в курсе, значит, я купил себе набор 3 в 1, Creator, собрал пиратский корабль, собрал уже остров Черепа, и вот сегодня пиратская таверна. Вот, соответственно, по фигуркам, да, если вдруг вы случайно ролик наткнулись, там пропустили первые два, значит, флешбеки. А вот такой красивый матрос Юнга, он с подзорной трубой, он немножко ссыкотливый, но в целом он тут есть, и он нужен в любой команде. Очень классно, у него песочные штаны, прям интересно выглядят они. А дальше, конечно же, капитан Барбоса, ё-моё, народ, без него один корабль в плаву не уйдет. Вот такой он красивый, зубастый, одноглазый. А, кстати, друзья, мой интересный факт про пиратов, что на самом деле у них было два глаза, но они носили эту самую, как это называется, повязку на одном из них, чтобы, когда они спускались в трюм за ромом, они поднимали повязку и глазом всё видели. Вот такая интересная информация. Дальше, это у нас кто? Это у нас Старпом, да, то есть, типа, я забыл название этого парня, который, 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 который этот, как он называется, Боцман, это Боцман, друзья мои. Дальше, ну и, конечно же, Пайрот, то есть, Пайрот Скалет, такой вот скелетик прикольный. Ну, мне... Нет! Нет! Что это сейчас было, ребята? Это вообще пипец. Значит, пиратик, я бы больше был бы рад, чтобы это был пиратик, который такой дребезжащий, знаете, как типа классика. Но у классики были минусы, что у него руки не держались на месте. Вот такой был старый пиратик. А ноги, я вот не помню, такие же были. По-моему, ноги были вот такого же плана, только они были без пальчиков, скажем так. Далее, главный гость сегодняшнего выпуска у нас это вот такая вот лошадка. Вот такая вот красивая лошадка и гогошка. Ну, это креатор, она собиралась из деталей. Да, выглядит симпатично, выглядит симпатично, прикольно. Я не знаю, я когда набор выпускаю, вот этот ролик, я уже, получается, для вас снял обзор на корабль. А сам акулу там еще не видел. Вот такая какая-то история. Поэтому сложно сказать. Здесь у нас золото, бриллианты, хотя по инструкции туда они не положены. Вот, собственно, и все. А, ну, пушки вот опять не пригодились. Окей, окей. А, забыл главное-то, камон. У Боцмана, да, вы думаете, Боцман, да, что это Боцман? Это Боцман. У него вот такая вот прикольная гармушка. Вот этот смешной момент, сделано прикольно, из разных деталей, выглядит забавно, любопытно. Хорошо, переходим к главному экспонату. Ну, это пиратская таверна. Ну, друзья, думаю, сразу видно, что вот здесь недоделано. Вы мне скажете, ну, возьми, поставь детали. Кто бы спорил, я могу это сделать. Но мне же, как бы, говорит Лего, типа, вот тебе три в одном, собирай. А почему опять недопилено? Дальше бочка, да, вот здесь красиво. Что, собственно, и показывает нам, что это именно пиратская таверна. Дальше у нас вот такой вот, как бы, типа, что-то типа краника, который поднимает припасы. Вот здесь лодки нет в комплекте, очень, конечно, жалко. И сбоку у нас колесо, которое вращается. Сбоку заросло все мхом. Сверху у нас сидит пиратская птица. Дальше еще, да что ты будешь делать, а? Да что такое? Что-то у меня падает. Сверху, посмотрите, ребята, внимательно. У нас здесь кусок мачты такое, дозорное, как бы сказать, яйцо, дозорное место дозорного. Здесь сбоку у нас, видимо, фонарь. Здесь у нас бочка, видимо, не знаю. Вот это что такое, я не знаю, просто приколюха. Ну и сзади выглядит вот так вот. В принципе, выглядит симпатично. У нас, получается, тут бар, значит, есть бокал, есть какой-то напиток, факел горит. Здесь, видимо, аппарат для наливания чего-то. Здесь у нас вращается эта штучка. Ну а сверху три кровати. Две синие, одна красная. Получается, что красная для юнги, две синих для командира и ботсмана. С другой стороны, возможно, красная для командира, потому что, смотрите, у нас тут на стене, видите, что висит? Карта, мушкет и, скорее всего, эта коричневая деталька, вы скажете, какашка. Нет, это, скорее всего, именно компас, который указывает, где спрятано золото. Дэвид Джонс. Ребята, вы знаете, я вот реально собираю эти наборы, прям захотел еще наборы посмотреть, какие-нибудь от Лего. Ну, здесь я не могу сказать, что вот этот набор, да, Остров Черепа, они не полноценны. То есть, да, видны огрехи, видно, что сборная солянка из деталей, что было. И, честно признаться, меня креатор в этом плане немножко разочаровал, потому что, действительно, осталось очень много деталей. Прям дофига осталось, реально. Я не ожидал, что будет столько много. Вот, не знаю, хотелось бы завершенных моделей, а по факту мы имеем две незавершенные модели. И, ну, таверну придется доработать. Что, в принципе, и Остров Черепа тоже придется доработать. Так что вот. Мне захотелось купить других пиратских наборов, которых нету. Я, знаете, наверное, Остров Барракуда не особо хотел быть. Я бы хотел, наверное, больше что-нибудь из старого. То есть, да, какой-нибудь, вот, мне нравятся порты, которые вот, типа, этих солдат. Мне нравятся острова прикольные. Ну, было, было в тех сериях пиратов, было что-то интересное, прикольное. Вот. Я придумал концепт для возвращения лего-пиратов. Значит, рассказываю. Я не помню. Я, может, буду это в корабле потом еще рассказывать. Концепт для возвращения лего-пиратов. Какая была история всегда в пиратах? Что были пираты. И были еще эти солдаты. Ну, типа, гвардейцы. Я считаю, что нужно заменять гвардейцев на еще одну банду пиратов. То есть, чтобы у человека, который купит этот набор, ну, ладно, у ребенка, у него был выбор. То есть, он бы мог кайфовать, допустим, за команду одних. То есть, никак, вот, знаешь, не со скелетами, как вот было в серии Мегаблокс. Там, короче, пираты дрались со скелетами. Вот там было прикольно. Там были пираты против скелетов. И это круто. Но скелеты, по факту, уже забронированы ниндзяга. А тут можно было бы сделать, смотри, две команды. То есть, одна команда у тебя, как бы, они обе не хорошие, не плохие, да? Просто они между собой отношения выясняют. То есть, допустим, в серии ниндзяга очевидно, что ниндзя хорошие, остальные все плохие. А тут в этой линейке была бы такая, знаешь, неоднозначность. То есть, как бы, ты выбираешь сам, за кого тебе играть. То есть, они могут как и дружить, как и сражаться. Ну, к примеру, например. Или могут они объединяться в одно племя против, допустим, тех же солдат. Ну, республики, скажем так. Вот. Вот, это был бы интересный момент. Можно было бы сделать двух разных крутых капитанов, да? Проработать их историю. Вернуть комиксы, наконец-то. Сделать много, линейку большую. Прям два красивых, крутых корабля. Какую-нибудь бухту для них. Ту же таверну. Может быть, пиратский остров. Куда? Вот, знаешь, у них был буквально, кто быстрее доберется до острова. Что-то такое, да? Вот. Ну, и можно было бы какими-то посредствами, там, допустим, типа, тех же индейцев каких-нибудь можно было бы. Мне нравилась серия старая. Помните, там были такие на островах индейцы. Прикольные такие. Прикольно выглядели вообще. Вот. Поэтому, как вам такая идея? В комментариях, пожалуйста, напишите. На этом сегодня все. Я подпишу, что я подпишу, что я подпишу, что я подпишу. Огромное спасибо вам всем, что были сегодня все здесь со мной. Всех безумно любые, уважаю, уважаю. Вы, мы самые лучшие красночки, мы пусечки, мы солнышки. Все. Всем муточки, всем пока-пока.